Привет, друзья! Снова я в Фишборн приехала. И вот странное дело, в последнее время как не подхожу сюда, к этому берегу, так и паром подходит, паром Вайтлинг, огромный. Это паром, который курсирует между нашим островом и основной землей британской. А так как здесь нет моста, только паромная переправа через канал, то вот используется вот этот вот огромный паром Вайтлинг. А здесь деревушка Фишборн. Такие красивые домики, опять сказочные, пряничные домики. Вот этот дом просто сказка. Еще раз вам его показываю. Красота. У него огромная территория. Вот посмотрите, гаражи здесь рядом, несколько машин и лодка. Даже не лодка, а катер большой такой. Люди богатые, зажиточные. Не могу долго показывать. Но вы понимаете, насколько здесь дорого стоят дома на этой набережной. И как они великолепно смотрятся. Я хотела сегодня сделать вам выжимку новостей английских. Из газет, из интернета. Выбрать то, что для вас интересно послушать. Хотела рассказать вам, как прошло день рождения королевы Елизаветы II, которая была 21 апреля. Также в мае, в начале мая, был день рождения у Шарлотты, второй дочки Кейт и Уильяма. Также было день рождения у Арчи в мае месяце, у сына Меган и Гарри. Но вы знаете, как-то это все прошло так скромно. И сейчас уже, наверное, что-то, какие-то детали вам рассказывать. Уже поздновато. Вот, не устаю удивляться и вам показываю. Посмотрите, какие сейчас толстые, молодые англичане. Это просто иногда поражает воображение. Вот это вот, я даже не пойму, женщина или мужчина. Вода сейчас у нас постоянно, весь день на отливе. Поэтому опять вот всю эту красоту синего моря, волн, не увидим. Только вот такой вот обнажившийся берег. Так вот, я когда стала смотреть новости последние, в интернете что-то новое про Royal Family, королевскую семью. И знаете, что я вспомнила вдруг. История такая была, которая прошла как-то очень незаметно. В июне месяце, в девятнадцатом году ехал кортедж Кейт Миддлтон и Принц Уильям. Они ехали на какое-то там торжество ордена подвязки, которое ежегодно у них проходит в дворце Виндзорском. И вот их машину сопровождают мотоциклисты. Один из них ехал по встречной полосе впереди автомобиля в сопровождении. И он сбил женщину. Женщине восемьдесят два года. Ее там звали Ирен. Вот. Так вот, это Ирен. Вдова, живущая одна. Восьмидесяти двух лет. Ее сбили очень серьезно. И, как сообщили, кортедж Кейт Миддлтона и Принца Уильяма сбил пожилую женщину восьмидесяти двух лет. Она доставлена в больницу. И сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. И совсем немногие газеты. И совсем немного там было каких-то в Ютубе рассказов об этом. Очень коротенькие заметочки сказали. Вот состояние стабильно тяжелое. Прошло почти год. Смотрите. Я попыталась найти какие-то сведения, что же все-таки с этой женщиной сейчас. Жива она? Как она себя чувствует? Что там ей, может быть, уплатили за вот этот вот нанесенный такой урон здоровью очень сильный? И вы знаете, самое странное, что я не нашла вообще никакой информации больше об этой женщине. В общем, всяко пыталась я найти какую-то еще новую информацию. Никакой больше информации нет. То есть эту информацию опять же постарались Роял Фэмили, власть имущая, конечно же, закрыть для общественности. Зачем им такие проблемы? Единственное, что я нашла, помню, через неделю после вот этого вот случая, что сказали, что вот Кейт Миддлтон с принцем Вильямом они сразу даже не заметили. Хотя вот как они могли не заметить этот мотоцикл и ехал впереди? Ну, не знаю уж. Не заметили, в общем, что была сбита женщина. И они только узнали уже там спустя день. И вот Кейт очень расстраивалась по этому поводу. И она послала этой женщине в больницу, вот как они сообщают, огромный букет цветов, свои извинения, соболезнования, что вот так произошло, и пожелания ей скорейшего выздоровления. Ну вот, не знаю, по поводу букета цветов, конечно, это весело. Особенно, когда нужны, наверное, какие-то более серьезные меры помощи. Посылать букет цветов, это несерьезно. Ну вот, мое такое мнение. И вот еще больше меня удивило, что теперь уже через год эту историю вообще затерли, замяли и замолчали. Так что, друзья, вы знаете, сейчас везде происходит. Во всех странах и также в демократической Европе. Основной массе населения дают только ту информацию, которую они посчитают нужным. Ну и если вот какая-то вот такая подобная информация просочилась, то, конечно же, ее стараются сразу же убрать, замолчать и забыть. И вот что теперь дальше с этой женщиной, которую увезли в критическом состоянии, как многие описали журналисты, с места происшествия, теперь о ее судьбе вообще ничего мы не узнаем. И даже тогда, так интересно, когда эта информация все-таки просочилась, то быстренько ее решили перебить опять же информацией о Меган Маркл, которую тогда только на всех обложках в центральных газет, на самых первых листах только и говорили о Меган Маркл, как она неправильно ходит беременная, какие она короткие юбки одевает. И таким образом просто заболтали вот эту вот серьезную аварию, которая произошла. Вообще, как выясняется, мы можем иметь только ту информацию, которую нам позволяют видеть, которую нам дозволяется знать. Больше никакой информации не увидите вы, несмотря на то, что это демократическая страна. Ну, а по поводу принца Филиппа, 97 лет ему было в 2019 году, когда произошла также авария с его участием. 17 января, как сообщается, Land Rover, за рулем которого находился 97-летний принц Филипп, попала в аварию. Она столкнулась с Киа, в результате чего пострадало два человека. Принц Филипп отделался легкими синяками и легким испугом, как сообщают. И странное дело, что того же дня, 17 января, как потом стали дальше писать и сообщать, принц Филипп часом раньше чуть не сбил женщину на мотоцикле. И вы знаете, вот эта вот история про принца Филиппа и про то, что он управляет в таком возрасте 97 лет, когда уже и реакция замедленная, и, может быть, зрение ослаблено, британцы стали возмущаться, что нужно как-то ограничить, наверное, водительские права и вождение ограничить каким-то специальным возрастом. Но вы знаете, этот вопрос, он рассматривается уже давно здесь, с Великобританией, очень часто происходят аварии с участием пожилых людей за рулем. Но как-то до сих пор этот вопрос так и не решен до конца. То есть в Великобритании водительские права не ограничены возрастом. Так вот, что касается принца Филиппа, после этого он, конечно, был очень напуган и по настоянию королевы Елизаветы Второй, его жены, как сообщается, он был вынужден отказаться полностью от вождения и отдал свои водительские права. 10 июня 2020 года, совсем скоро, принцу Филиппу исполнится ни много ни мало 99 лет. И, как вы знаете, на сегодняшний день они с королевой Елизаветой находятся на карантине в уединении. Как раньше писали источники, они находились в Вензорском замке. Но сейчас говорят, что это не совсем точная информация, что королева Елизавета Вторая, она действительно самоизолировалась в Вензорском замке, а вот принц Филипп расположился в графстве Норфолк. Там находится еще одна королевская резиденция и теперь расстояние между королевскими особами около 215 километров. Как шутят сейчас журналисты, вот такая вот королевская дистанция соблюдается. Ну и у королевы и у принца Филиппа сейчас сокращено количество слуг, они практически ни с кем не общаются, потому что очень преклонный возраст супругов и опасность большая заболеть коронавирусом. Поэтому их сейчас всячески оберегают. Я хочу вас в конце моего видео сделать маленький сюрприз. Вот такая красота сегодня у меня цветет. Те, кто смотрит мои видео постоянно, я рассказывала, что у меня очень красивого красного цвета есть декабрист, а другой у меня розовый, он цветет именно в декабре, а этот очень необычный. И потом, вот видите, даже они немножко, вот не знаю, как камера вам передаст или нет, вот этот немножко такой красный чуть-чуть поярче, а вот этот красный чуть-чуть послабее, как бы даже больше оранжевый. И еще удивило то, что эти цветы, они все-таки отличаются вот от обычных декабристов, потому что открывается полностью цветок у них. Я говорю, что, конечно же, для моих постоянных подписчиков это мое видео в конце о цветах, потому что я знаю, что много любителей цветов смотрит также мой канал. И вот для вас вот такую красоту я не могу, конечно же, не показать вам. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя, будьте здоровы, всего вам доброго, пока-пока!